и снова здравствуйте уважаемые друзья вы снова на канале ремонтник т.в. и сегодня я опять своей фирменной футболочки как вы видите ремонтник т.в. такой написан это футболочка автоматически повышает способности к ремонту бензопил и что у меня за спиной как вы уже догадались это очередная сборка бензопилы вот здесь все разобрано до винтика лежит и уже отмыто готова просто к сборке я щас буду показывать и рассказывать как собрать китайскую самую что не есть обычную бензопилу с 38 поршневой ранее собирал с 45 поршневой там есть свои приколы ну а в это есть свои которые заложены заводом изготовителем и от которых можно избавиться и собственно сейчас я это буду и показывать и так по аналогии с предыдущим видео естественно сразу делаем два кофе и за подписаемся попкорном видео будет длинная но чрезвычайно увлекательно и познавательно и итак переходим за стол и начинаем естественно работу и так сейчас посмотрим что у меня есть есть две половинки картера здесь сидит подшипник его нужно заменить потому что я буду ставить два новых подшипника в картер естественно коленвал набор прокладочек в данном случае вот прокладки пилы набор год лак 3 800 на самом деле копейки стоят стопор подшипника сальнички новое кольцо поршневое цилиндр поршень они все новые палец подшипник боковушки игольчатого подшипника по аналогии с 45 бензопилой это первая ссылка в описании будет сборка 45 бензопилы и так переходим дальше маховик катушка зажигания корзинка центробежной муфты кулачки центробежной муфты расставочная шайба игольчатый подшипник естественно маслонасос так здесь гайка фиксации маховика шпоночка как бы не потерять в процессе шайба под привод маслонасоса дальше карбюратор адаптер карбюратора и корпус воздушного фильтра естественно все винтики для фиксации свеча и здесь естественно выхлопная все деталюшки и резинки пластмасски новый топливный фильтр и вот эта пластиночка которую я покажу ее применение в конце видео это уже хендмейт сам забабацал только что для того чтобы сделать профилактику посадки шины для чего дальше будет но естественно вся остальная корпусная шаббатура но это все я только что отмыл как это все счастье отмыть сейчас собственно я покажу и так перейдем к другой клетке итак отдельный момент она стоит инструмент который я сегодня буду использовать это торсионные биты для шуруповерта я специально прикупил для фиксации поршневой картера и прочего и прочего так дальше это обычная рукоятка для этих бит чтобы удобно было дожимать безымянный чай на но name но это с набора montero в котором биты просто говно ну а вот эта ручка осталась и просто отлично служит дальше вот такой инструмент dexter как вы видите можете естественно погуглить где его прикупить это не реклама но я не против никакой рекламы в принципе и такие вот биты удобно доставать труднодоступные какие-то винтики и так дальше это длинногубцы прямые и изогнутые съемщик стопорных колец обычная ph отвертка но естественно несколько головок который мне пригодятся можно естественно ключиком головками удобнее это на 8 и на 13 фиксация маховика и дальше болгарочный ключ я им буду фиксировать кулачки центробежной муфты как я и ранее все делал им обычная бита h2 длинная так но и отдельным моментом у меня выступают фиксаторы первый это локсе 8521 и опять же можете погуглить что это за фиксатор это фиксатор вал втулка очень высокопрочные неразборное соединение получается если хотите снять потом втулку посаженную правильно на вот этот фиксатор нужно естественно разогревать до температуры почти 200 градусов дальше фиксатор новок red красный ну типа неразборное соединение здесь написано non non gasket connection но он как будто средний фиксации я все разбираю он на самом деле средний невысокой фиксации поэтому я на него сажу поршневую то есть цилиндр кулачки центробежной муфты и маховик гайку маховика все делаю на вот этот фиксатор вот ответ на ваши вопросы он хотя и пишется что он неразборной на самом деле разборной он чуть чуть сильнее чем вот этот синий на который я буду собирать картер но вот это уже пустая баночка это дом диал красный неразборной вот это действительно неразборной резьбовой фиксатор я его применял фиксируя как вы видели в прошлых видео это подшипники на коленвале подшипники которые люфтили в посадках как фланцы болгарки и впрочем и впрочем инструменте якорь болгарки часто люфтит в редукторе все подшипники я садил на вот этот фиксатор он также справлялся с задачей вот этого фиксатора который вал втулка и так я надеюсь опять ответил на все ваши вопросы но естественно отдельный момент и пасибо фирме bosch и естественно моему шуруповерту который без проблем справляется с любой задачей уже третий год или четвертый наверно уже 4 пошел и так переходим в конец этой линейки в конец этой выставки и начинаем естественно работу и также у меня есть старые запчасти от этой бензопилы и других тридцать восьмых бензопил на базе которых я буду рассказывать и показывать определенные нюансы некачественных запчастей и как их подбирать и что с этим делать собственно и так это все немного пододвинуть взял я в руки картер но я забыл об одной вещи сказать где беру запчасти заказываю я в китае на самом деле и сайт где я заказываю будет это вторая ссылка в описании если перейдете увидите много чего интересного и всяких ништяков которые пригодятся в ремонте именно ваши бензопилы переходим это естественно реферальная ссылочка и мне капнет копеечка за то что вы там что-то естественно прикупите и так картер я специально отсюда не доставал один подшипник один подшипник вот я его покажу в принципе здесь прослаблена посадка он просто сюда становится даже на холодную и он меня естественно снялся с коленвалом как ни удивительно но с одной стороны один подшипник сидел на коленвале вот эта сторона до сидел на коленвале и выпрыгнул с корпуса второй же подшипник выпрыгнул с коленвала он не сидел плотно на коленвале но тем не менее он плотно сидит в корпусе вы сразу спросите но такая китайская абракадабра на самом деле нет подшипники здесь разные и если кто занимается ремонтом можете подтвердить мои слова они здесь разные вот с этой стороны со стороны шпилек шины стоял правильный подшипник в принципе правильный не знаю как по посадке но он идет здесь с уменьшенным радиальным и осевым люфтом и он идет здесь без вытачек под боковушки как вы видите да вот нет вытачки под боковушку и так как он называется вот можете посмотреть это 201 подшипник и вот дальше черточка p6 вот p6 ну и что за фирма вот такое nhl следующий подшипник который у меня сидит в картере на нем ничего не написано и все верно здесь есть вытачка под боковушку то есть это не с уменьшенным радиальным и осевым люфтом он немного вот даже рукой чувствуется немного больше люфтит чем вот этот подшипник почему так и он со стороны маховика естественно почему-то всегда с нормальным осевым зазором и радиальным зазором подшипники устанавливаться со стороны маховика я задавался подобным вопросом пока не определил что чаще всего коленвал вот коленвал здесь выпрыгивает из-за того что клинит вот этот подшипник то есть сейчас он с затыками работает то есть где-то шарик или имеет скол или что-либо то есть вот прощелкивает у меня я нашел естественно ответ на свой вопрос в своем предыдущем видео о бензогенераторе на самом деле часто такое случается что со стороны маховика ставят китайцы изначально неправильный подшипник для чего для того естественно чтобы уменьшить ресурс вашей техники вот этот подшипник подклинивает и начал вращаться на коленвале внутренней обоймой ну а вот этот был нормальный как при этом бензопила может работать к сожалению я не могу вам сейчас все рассказать она пришла ко мне без прокладок картера без прокладки цилиндра просто на сырую собрано вот человек пытался что-то выяснить наверное ну ладно ответ на вопрос почему так китайцы делают чтобы уменьшить ресурс лежит в 3 ссылки под видео там я разбираю генератор и точно такая же проблема одинаковый подшипник на коленвале одинаковый то есть его размер но разные исполнения также с уменьшенным радиальными осевым зазором с одной стороны и со стороны маховика самой нагруженной части скажем так там стоит подшипник под боковушки боковушки естественно китайцы удаляют но то что он люфтит имеет вот такой осевой и радиальный люфт естественно это влияет на его работу и на длительность работы вашего инструмента сейчас его отсюда удаляю и ставлю парочку нормальных подшипников в данном случае я покажу что я ставлю сожалению плохо видно это 201 подшипники вот там написано p6 z или p6 3 но они тоже с уменьшенным радиальным и осевым зазором и как я и в 45 ставил это фирма вот смотрим что там написано либо неплохие подшипники никогда с ними не случалось никаких проблем и так разогреваем картер и как его отсюда вынуть без повреждений естественно только разогрев хорошенько и вот так стукнув на деревяшку потому что сейчас он сидит плотно я не хочу такой нежный нежную деталь покосать тем более это алюминий и так все видели как я удалил подшипник также если остается обойма а он посыпался ну такое вообще крайне редко случается также обойму можно вы стукивать но такой лайфхак называйте как хотите и так но перед тем как установить подшипники я на самом деле уже подготовил две половинки картера единственное что сейчас поставлю стопорное кольцо в половинку на которой устанавливается шина вот здесь есть специальная вытачка так все есть вот до этого кольца собственно и заходит подшипник но здесь он вращался ну скажем не вращался они плотно сидел в своей посадке здесь прославлена посадка поэтому я его сейчас тоже подогреваю но на внешнюю обойму обеих подшипников я нанесу естественно фиксатор вал втулка чтобы они мертво сидели своей посадки он вот такого зеленого цвета но и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Вот так первый раз как видели чуть-чуть пришлось постучать по внешней обойме медным молоточком Ну а второй раз я излучился уже чтобы равномерно не наперекос ставить подшипник Как в первом случае я применил хитрость вот бита длинная бита на 8 четко в подшипник становится и четко перпендикулярно плоскости вот этой плоскости я установил вот подшипничек Сейчас картер остывает и дальше переходим к монтажу коленвала И еще один момент меня также спросили по поводу предыдущего видео почему я не промазывал прокладку вот таким герметиком Это формирователь прокладок как вы видите красный высокотемпературный Все дело в том что изначально можно конечно проверить вот состыковал две половинки картера Я на направляющие поставил вот и наблюдаем зазор между половинками если там что-то просвещается Здесь на самом деле неравномерный зазор насколько я наблюдаю вот сейчас вот в этом районе есть щель вот сзади так если подсветить чем-то сейчас попробую вот так если я свечу вот видите эту щель да хотя вот здесь очень плотно вот где цилиндр должен стоять нет щели никакой также и с этой стороны но щель увеличена не равномерно вот здесь есть щель на самом деле это отсвечивает это не миллиметровая щель как видно на видео это там где-то может 20 может 15 соток но вот здесь ее вот почти нет да тоже на стыках то есть щель между двумя половинками они не слишком хорошо припасованы в предыдущем случае то есть щель была равномерная и минимальная сейчас вот где-то немного уходит больше размер меньше размер поэтому я в данном конкретном случае все-таки промазывает прокладку картера и вот так делаем и прокладка таким способом с двух сторон промазывается герметиком так прокладку где-то выдерживаем 15-20 минут даем формирователю прокладок немного схватиться то есть если он клеится или прилипает вот как в данном случае к перчатке его монтировать нельзя прокладка должна сформироваться но такая технология и так все уже время прошло прокладочка не прилипает к перчаткам то есть сформировалась на пара нити дальше можно установить на картер здесь есть направляющие вот одна вторая ну а третья или она сломана и запилена вот в плоскость третий вот здесь на самом деле нет ну так как отверстие уже чем-то за забита обломком вот этого штифта я буду вот просто на два посажу и так ответная часть резьба в картере сюда я по капле синего фиксатора также винтики которые фиксируют на них тоже о капле фиксатора в начало резьбы итак берем коленвал так с этой стороны меня хорошо на самом деле сидел подшипник да а с этой стороны вот со стороны маховика здесь просто выпрыгнул то есть здесь я буду мазать садить тоже на фиксатор вал втулка и так дальше в этой половинке коленвал сидел подшипник сидел хорошо я его снимал съемником поэтому я также без фиксатора вал втулка его сюда посажу ну вот показывай как он о все дальше не идет да ну для этого чтобы его посадить на эту сторону вот эту сторону опять же нужно разогреть подшипник но немного где-то 150 градусов 120 градусов и коленвал просто запрыгнет в подшипник все есть вот сразу ставился когда я разогрел подшипник как вы видите сейчас он остынет и уже проблематично оттуда будет что-либо достать опять же съемником какой-то выпрессовкой или естественно молотком так эта сторона пока остывает идем на следующую сторону следующая сторона была прослаблена посадка так вот эта сторона была прослаблена посадка поэтому я естественно на коленвал вот в эту часть есть становится внутренняя обойма подшипника наношу фиксатор вал втулка ну и вот так отверточкой я дожал и сейчас собственно покажу что получилось вот так все получилось как видите герметик ровным валиком вылез с обеих сторон и прокладкой идеально герметизирует картер и так следующий момент устанавливаем сальники с обеих сторон и переходим к монтажу магнета и центробежной муфты и так уважаемые друзья перед тем как поставить маховик центробежную муфту поршневую выхлопную карбюратор нужно все поставить на шасси вот в этот пластиковый корпус и зафиксировать но эта тема уже следующего видео это будет все во второй части а пока кому понравилось видео кому было но чем-то полезным естественно ставьте лайки подписывайтесь на канал вас ждет еще много нового интересного по технике спасибо